В этом видео я расскажу тебе про 7 самых ужасных ошибках, которые можно допустить в своих презентациях, покажу примеры и покажу идеи и способы их решения. Привет, меня зовут Миша, мы вместе с тобой обычно учимся делать красивые и понятные презентации. В этом видео мы будем с тобой говорить о том, как создавать презентации не нужно. Я почти два года веду курс по презентациям, пересмотрел более тысячи слайдов новичков и заметил одну интересную особенность. Все новички, когда учатся создавать презентации, проходят по одному и тому же пути, допускают одни и те же самые ошибки. Моя задача в этом видео рассказать тебе про эти самые ошибки, а твоя задача после этого видео набраться опыта и пройти по этому самому пути, набраться как можно, в общем сразу попробовать все эти ошибки, для того чтобы в будущем их просто не допускать. А вот эти самые ошибки, много контента на слайде, перегруз, прыгающий стиль, плохое выравнивание элементов, плохие изображения, визуальный мусор, непродуманная логика чтения, непонятно, что нужно делать после презентации. Ошибка номер один, одна из самых популярных, когда на слайде появляется много контента и возникает перегруз. Эта ошибка обычно возникает, когда автору презентации либо лень, либо у него нет времени, нет желания помочь зрителю, либо просто мало опыта и в результате получаются вот такие слайды. На этом слайде сразу видно много текста, а этот слайд взят из инструкции. Я прям уверен, что эта инструкция не жизнеспособна, потому что включаться в этот слайд, разбираться, что там написано, совершенно не возникает желания. На этом слайде текста намного меньше, но все равно явно виден, чувствуется перегруз. Ооо, этот слайд, ну вообще, нужно ли комментировать? Потому что текста очень много, опять же, в каком порядке, как его читать, совершенно непонятно. Ооо, этот слайд мой любимый, потому что прям вот все, вот прям в этом слайде прекрасно. Опять же, такое большое количество текста никто, никто читать не будет. В чем же основные причины перегруза и что с этим можно сделать? Первая причина это когда у нас контент не разбит на блоки, когда у нас все вместе, все слеплено, это путает зрителя, это усложняет навигацию и в слайде сложнее разобраться. Вторая причина это много текста и когда текст не разбит на абзацы, когда из текста не выведена ключевая мысль, тоже большинство, честно, большие объемы текста никто не читает, читать их совершенно не интересно и даже ты сам наверняка, когда видишь презентацию с большим объемом текста, какие мысли возникают, а ну эту презентацию. Третья причина почему это возникает, когда на одном слайде несколько важных мыслей, запомни один слайд, одна ключевая мысль, когда у нас много контента, на слайде много текста, его можно что сделать, легко взять и удалить, но когда на слайде несколько важных мыслей, которые выкинуть нельзя, не нужно бояться большого количества слайдов, просто берем эти мысли, делим на несколько слайдов и у нас получается да больше слайдов, но перегруз он возникает не от количества слайдов, а от количества контента. Текст на слайде дублирует речь зрителя Тут нам с тобой важно запомнить Презентацию мы делаем не для себя Мы делаем ее не для того, чтобы по ней ориентироваться И чтобы не сбиться с темы В первую очередь мы презентацию делаем для зрителя Чтобы зритель считывал, запоминал Все тезисы, которые мы для него выводим Еще одна причина это несформулированные выводы Когда много текста Для того, чтобы все же презентация была понятна Нужно постараться включиться в суть Включиться в задачи, разобраться в контенте И вывести самые важные пункты Которые мы хотим передать зрителю В качестве примера предлагаю рассмотреть Как я переделал слайд одной компании Это вариант до Здесь не сильно чувствуется перегруз Но за счет того, что здесь плохое выравнивание Много элементов Они что-то прыгают туда-сюда Слайд выглядит очень хаотичным и немного неуклюжим Что я с ним сделал? В первую очередь для того, чтобы слайд получился понятным и красивым Не знаю, смотрел ли ты предыдущее видео В первую очередь нам нужно включаться в цели И в задачи слайда Что мы хотим получить от этого слайда Какие задачи он должен решать Какую мысль зрителю передавать И после этого мы уже легко сможем включиться в контент Перерабатывать текст Обратим внимание, что я прям без жалости удалил много с этого слайда Потому что большинство из этих мыслей Они просто были не нужны Я очень долго переписывал, перепечатывал текст Упрощал формулировки Делал слайд более простым и более понятным В финале я добавил еще колонн-титул и нумерацию страниц Вот так этот слайд у нас выглядит в финале Нумерация и колонн-титулы Они скорее усложняют слайд Но в данном случае это попросил заказчик Не делать я этого не мог Резюмирую Для того, чтобы не было перегруза Что нам нужно делать? Мы контент вообще без жалости удаляем Если он полностью дублирует нашу речь Запомним То, что мы делаем презентацию не для себя Мы делаем презентацию в первую очередь для зрителю И если блок текста не нужен зрителю Если он никак не помогает Никак вообще никакой смысла не несет Тоже без жалости его удаляем Мы переделываем контент Если в одном блоке много текста Опять же, ну честно, давай Никто не читает большой объем текста На слайде в презентации Если текст начинает мешать другим элементам Мы тоже его можем переработать Если он начинает налазить на фотографии На фигуры Появляются маленькие отступы Его тоже можно переписать Вывести в короткие тезисы Либо уж разбить на несколько слайдов И сформулировать текст в понятные четкие выводы Для того, чтобы зритель максимально быстро понимал вывод слайда И максимально быстро понимал Что мы хотим как авторы до него донести И формулировать простые списки Четкие алгоритмы Для того, чтобы они были более понятны Ошибка номер два Прыгающие стили Для того, чтобы наша презентация просто воспринималась И стильно выглядела Нам в самом начале нужно выбрать цветовую палитру Выбрать какой-то один основной цвет для акцентов Выбрать шрифтовую гарнитуру Определить для однотипных, да, там, для заголовков Для текста определенные шрифты Выбрать определенный стиль изображений Найти пакет иконок И использовать это все на протяжении всей презентации Рассмотрим несколько примеров Как делать не нужно Это слайды из одной презентации Запомним, какие здесь используют цвета, да, на вот этих элементах Какой-то фиолетовый, оранжевый, синий Смотрим Следующий слайд из этой же презентации Цвета совершенно другие Еще следующий слайд из этой же презентации Цвета третьи пошли Когда в одной презентации используется очень много разных цветов Это добавляет лишнего шума и лишней неуклюжести на слайды Еще одна презентация Тоже три слайда идут подряд в одной презентации Теперь обратим внимание на текст, на какие шрифты используются на заголовке Здесь вот запомнили, да, используются вот так Следующий слайд уже совершенно другой стиль и другой шрифт И следующий слайд, слайды идут подряд Еще раз скажу, да, это цельная презентация Здесь совершенно другой уже заголовок И тоже из-за того, что они совершенно разные Добавляется лишний шум на слайды Примеры в рамках одного слайда На слайде сверху используется очень много картинок и иллюстраций И они все в разном стиле Снизу у нас используется много иконок И они тоже все в разном стиле Еще раз резюмирую, для того, чтобы презентация была стильная, понятная и просто воспринималась зрителям, нам нужно выбрать одну цветовую палитру, выбрать, например, один цвет и использовать его на протяжении всех слайдах. Если мы используем изображение иконки, найти один пакет в одном стиле, например, вот как здесь, с одинаковой толщиной линии, и использовать на протяжении всей презентации. То же самое с шрифтом. Мы выбираем одну гарнитуру, определяем начертания для заголовка, для подзаголовка, для основного текста и используем на протяжении всей презентации. Если ты испытываешь с этими инструментами сложности и ты хочешь научиться создавать классные и понятные презентации, приходи ко мне на большой онлайн-курс по PowerPoint. Это курс не просто про то, на какие кнопки нажимать в программе, это курс про инструменты, про принципы, про правила для начинающих дизайнеров. Лично я проведу тебя по всем темам курса, буду записывать обратную связь на твои слайды, буду отвечать на твои вопросы. Ты в рамках курса будешь решать тесты, выполнять упражнения, выполнять самостоятельные работы, получишь доступ к большой базе полезных ресурсов. В общем, если хочешь научиться создавать классные и красивые презентации, приходи на курс, ссылка на курс в описании. Ошибка номер три, как раз таки которую очень хорошо прорабатываем на первых уроках курса, потому что очень у многих вылазит. Это плохое выравнивание элементов. И элементы могут быть плохо выровнены относительно друг друга, они могут быть плохо выровнены относительно краев слайда. Давай посмотрим на пример их, сейчас точно станет ясно. На этом слайде мы видим несколько элементов, и сами по себе элементы, они очень хорошо оформлены, они выглядят очень красиво, они стильные. Но за счет того, что они разбросаны по слайду, возникает очень много лишнего шума. Если мы возьмем и все эти элементы выровняем по одной левой границе, хоп, все, слайд сразу стал намного лучше. Не обязательно выравнивать по левой границе, можно сделать выравнивание по центру, по Т-образной верстке. Тоже так слайд выглядит очень понятно. Самое главное, что есть четкая структура, и читать такой слайд намного проще и приятнее. Еще один пример. На этом слайде очень много большого, крупного такого контента, он очень близко приблизился к границам слайда. Это тоже неправильно. Почему? Потому что когда текст у нас приближается к границам слайда, его начинается сложнее читать. Когда между текстом, между элементами тоже маленькие отступы, текст начинает налазить друг на друга, его тоже сложнее читать. Поэтому, для того, чтобы этот слайд получился у нас красивым, аккуратным, мы можем изначально поставить себе, расчертить отступы, и эти отступы уже соблюдать. То есть, сами для себя придумать правила. И просто взять и ужимать текст, поредактировать его, и вот он таким образом, хоп, очень красиво, очень понятно. Самое главное, да, то есть, в данном случае он очень понятно и очень структурировано выглядит на слайде, очень хорошо читается. На этом слайде мы видим три группы текста, и вроде бы левая граница выравнивания, она одна, да, текст по левой границе выровнен. Но за счет того, что отступы между самими элементами по вертикали, они прыгают где-то побольше, где-то поменьше, одна иконка подобралась к верхнему тексту, к которому она не относится, это очень сильно усложняет и мешает читать слайд, и слайд выглядит очень нелепым, очень некрасивым. Мы можем что сделать? Взять просто переработать и сгруппировать, скомпоновать, да, вот эти блоки текста. То есть, у нас что, стали отступы побольше между блоками, и отступы внутри блоков, они стали поменьше, и теперь такой вариант, он стал намного проще и намного стильнее. Для того, чтобы хорошо выравнивать элементы на слайде, тебе нужно научиться пользоваться инструментами. Во-первых, нужно научиться пользоваться направляющими, опять же, приходи на курс, если хочешь научиться пользоваться направляющими, понимать принципы. Нужно уметь работать по сетке, нужно уметь работать с блочной версткой, нужно уметь работать с автоматическим выравниванием. Не с тем, что при перетаскивании элемента она красной линии показывает, а с нормальным автоматическим выравниванием, которое распределяет элементы, которое выравнивает их по одной линии. Это намного сильно прям упрощает работу, делает ее быстрее и просто делает слайды совершенно другого уровня. И проверять, конечно же, слайды перед тем, как сдавать работу, перед тем, как отправлять ее, просто взять, так по каждому слайду пробежаться, оценить, что все элементы, они хорошо выровнены, что ничего никуда не сместилось. Ошибка номер 4. Плохие изображения. Тоже очень часто встречаю новичков, причем причину этой ошибки очень много, бывают просто некачественные, с очень маленьким разрешением, бывают находят какие-то с водяными знаками, вставляют, хотя можно найти без водяных знаков. Бывают, вставляют и скриншоты различные, ну давайте сейчас на примерах мы посмотрим. Хотя перед тем, как посмотреть примеры, давайте разберемся вообще, а что означает изображение на презентации. В качестве изображения, самое очевидное, мы можем вставлять фотографии, мы можем вставлять иллюстрации разные находить в интернете, мы можем использовать анимации, различные GIF, они очень хорошо передают эмоции. Можем добавлять на слайды видео, для того, чтобы что-то дополнительно продемонстрировать, для того, чтобы побольше раскрыть суть, можем вставлять и видео. Давай посмотрим на примеры. Эта фотография к нам в презентацию не попадет. Почему? Потому что она вот такая пиксельная, она размытая, она очень плохого качества. Мы такую фотографию использовать не будем. Вот эту фотографию мы тоже использовать 100% не будем, потому что она с водяными знаками, она, причем вроде бы очевидная, кажется, вещь, да, с водяными знаками. Но нет, все равно попадается, вот снизу такой баннер с ссылками. Тоже такие фотографии мы ни в коем случае не используем. Ни в коем случае нельзя вставлять скриншоты на слайд, особенно скриншоты со всякими диаграммами, со сложными элементами, потому что их никто не смотрит. Ну вот невозможно вот в каждый тезис этот погрузиться, это выглядит некрасиво. Так делать совершенно нельзя, никаких таблиц с скриншотами не должно быть на презентациях. Не нужно вставлять ни документы, ни фотографии, ни сертификаты, потому что их невозможно прочитать просто туда, этого никто не будет делать. Это просто не имеет никакого смысла. Ошибка номер пять это визуальный мусор. В эту категорию я включил все, что не попало в предыдущий, что в принципе косвенно касается, потому что визуальный мусор, из-за него создается тот же самый перегруз, из-за плохого выравнивания тоже создается визуальный мусор. И это такое даже не то, что что-то буквально находится на слайде, это скорее внутреннее ощущение, когда вроде бы мы сделали слайд, сделали вот прям все хорошо, но внутренне смотрим на него и внутренне ощущаем, что блин, что-то не то на слайде. Почему вот это ощущение, что блин, что-то не то может возникать? И оно может возникать из-за того, что на слайде неправильно расставлены акценты. Вроде бы главная мысль у нас, вот она сформулирована, она написана в заголовке, но там справа какая-то прям некрасивая иллюстрация, уродская, взята откуда-то. И она очень сильно притягивает на себя внимание, отвлекает от сути, отвлекает от контента. Ну, там дальше чуть-чуть мы парочку примерчиков еще увидим. Когда на слайде много бесполезных элементов, я уже сказал, да, про нумерацию, про колон-титулы, в большинстве случаев они вообще не нужны. Когда на слайдах образуются очень маленькие отступы, то же самое, как и гигантские большие отступы, они тоже делают слайд хуже. Почему? Потому что пустое пространство, это тоже элемент слайда, его нужно грамотно использовать. Прыгающие стили на слайде тоже добавляют лишнего шума, добавляют хаос на слайде и делают, создают вот это вот ощущение, что блин, что-то не так на этих слайдах. Когда элементы у нас повторяются, это связано и с текстом, с разделами, тоже примеры сейчас мы увидим. Когда на слайде неуместная анимация, конечно же, это тоже добавляет визуальный мусор. Слайд, иллюстрации, все в разных стилях, они прям, ну честно, не очень красивые, ну как они, прям уродские, давайте честно. Особенно та, которая в центре, с какими-то линиями. На слайде не, как вообще не выровнены элементы, прям полный хаос. Элементы дублируются, вот здесь структура, структура, зачем, непонятно. Зачем нужно было вот эту структуру выделять в отдельный такой полукруг, тоже совершенно непонятно. Просто, ну, может быть, этот слайд, да, если мы в него включимся, прочитаем, он и несет какую-то функциональность, да, он важен. Но за счет того, что он таким образом оформлен, в него включаться совершенно не хочется. На этом слайде зачем нужно было сверху оформлять такой большой прямоугольник, слева сверху вставлять вот эту цифру 0.3. И это самый важный угол слева сверху, потому что он нам первый попадается в глаза. Тоже сама логика выстраивания слайда совершенно непонятна. Ох, нужно ли этот слайд вообще комментировать. Друзья, тренируйтесь, практикуйтесь, учитесь делать классные, красивые презентации, для того, чтобы не было у вас на слайдах визуального мусора. Ошибка номер 6, тоже одна из самых частых, которые встречаю у новичков, это непонятна логика чтения. Когда вроде бы слайд вот он есть, но откуда его начинать читать, в каком порядке читать элементы, совершенно непонятно. И когда ненужные элементы в первую очередь бросаются к нам в глаза. Наша цель сделать такой слайд, когда зритель его будет считывать, он сразу же в первые секунды поймет, какой месседж мы хотим ему передать, какой вывод с этого слайда. Давай попробуем понять, по каким причинам возникает вот этот момент, что становится непонятна логика чтения слайда. Во-первых, это неправильное выбранное начертание для разных элементов. Заголовок у нас, как правило, да, типично, то, что он очень крупного, жирного начертания. Основной текст, он у нас тоньше, подзаголовок чуть покрупнее основного текста. Всякие ненужные элементы, типа колонн титулов, нумерации страниц, они вообще самые маленькие. Когда мы выбрали плохие размеры для текста, мы сейчас на примерах прям посмотрим наглядно. Когда у нас нарушен порядок элементов по важности на слайде, когда у нас прыгающие типы верстки, когда у нас элементы то вправо прибегают, то влево, то по центру. Пример, давай, на примерах это самое наглядное. Вот мы видим слайд, все элементы находятся на своих местах. Граница выравнивания по левой стороне. Но за счет того, что здесь применены разные размеры, разные начертания к разным элементам, они очень сильно сбивают. Первое, что мы сделаем, мы возьмем, исправим начертания, применим к нашему тексту. А второе, мы изменим размер. Вот так вот хоп-хоп-хоп, выстроим прям хорошую цельную логику. И третье, что мы сделаем, мы просто выровняем, снова подровняем все элементы. У нас хоп, все, финальная версия слайда получилась. Слайд стала читать намного проще, он стал намного понятнее. Если мы вот эти элементы, которые мы только что настроили, возьмем и переставим местами, слайд у нас снова испортится, потому что сломается логика чтения. То же самое и с цветом. Если мы будем разукрашивать элементы по яркости снизу вверх, мы будем очень сильно путать зрителя. Мы должны выделять цветом те элементы, которые в первую очередь должны бросаться зрителю. И если у нас логика чтения сверху вниз, что так и должно быть, то точно так же по степени яркости мы выделяем эти элементы на слайде. В данном случае они у нас все одного цвета, за счет жирности, за счет того, что заголовок крупнее, он бросается в глаза в первую очередь. И такие слайды, они намного комфортнее, намного быстрее считываются зрителями. И финальная, седьмая ошибка. Непонятно, что должен сделать зритель после презентации. Тут очень важно запомнить, мы не делаем презентацию ради презентации. У нас задача не показать, как мы круто умеем сочетать цвета и делать стильные слайды, а добиться конкретно поставленной цели на презентацию. Хорошая презентация, она приводит к конкретным действиям. В презентациях должно быть понятно, что должен сделать зритель после того, как ее посмотрит, прослушает, прочитает всю презентацию. Эти действия должны приводить тебя к твоим целям, как автора презентации, и эти действия должны помогать зрителю. Вот несколько причин, почему это может происходить. Во-первых, если у презентации нет цели. Перед тем, как садиться за презентацию, перед тем, как рисовать слайды, подбирать цвета, мы должны сами для себя ответить на простые вопросы. Зачем? Зачем мы сейчас это делаем? Для каких целей? После того, как ответы эти прояснятся, делать презентацию станет намного проще. Если у нас в презентации не раскрыт алгоритм действий для зрителя, то есть если нет понятных четких шагов, меньше вероятности того, что зритель будет потом что-то после презентации делать. Если в презентации нет призыва к действию, то же вероятность снижается. В продающих презентациях в конце мы вставляем там не спасибо за внимание, а призывы к конкретным действиям. Позвони, назначь встречу, зайди на сайт, что-то купи. В обучающих презентациях то же самое. Сделай так, делай второй, третий, четкие, понятные алгоритмы. И если нет рекомендаций и примеров, это вот больше к обучающим презентациям, то меньше вероятности того, что зритель поймет, как правильно делать, и меньше вероятности того, что он будет делать. Например, на вот эту презентацию личная моя цель, прям у меня две цели. Первое, это прям будет супер, если ты хотя бы три инструмента из всей презентации возьмешь, заберешь к себе в работу, будешь их применять, это сделает твою жизнь лучше. А вторая цель будет здорово, если ты подключишься ко мне на курс. Я не прошу донатов, а если вы подключитесь к курсу, вы очень сильно поддержите меня и поддержите развитие этого канала. Так будет и мне очень приятно, и вам очень полезно. Вот еще видео на этом канале, которое ты можешь посмотреть сразу же. Там я уже рассказываю, как нужно создавать презентации. Ты большой-большой молодец, то, что досмотрел до конца. Подключайся к курсу, поставь лайк, подписывайся на канал, для того, чтобы не пропускать следующего видео. Спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok